Продолжение следует... Мы проанализировали наш опыт за 10 лет. В нашем учреждении было 47 случаев пациентов с двусторонним почечноклеточным раком. При этом синхронный рак был выявлен в 76% случаев, метахронный рак в 11 случаях. В большинстве случаев это были мужчины в 74% случаев. Средний возраст достигал менее 60 лет. Всем пациентам выполнено было МСКТ или МРТ с контрастным усилением. И критерии исключения было наличие отдаленных метастазов. Хирургическое лечение мы выполняли в два этапа постепенно. Распределение по количеству опухолей мы также проанализировали. По одной опухоли в каждой почке было у 45 пациентов. Это подавляющее число случаев, более 95 случаев. При этом были такие ситуации, когда была одна опухоль в одной почке и по две опухоли в другой почке. И был один пациент с тремя опухолями в контролатеральной почке. По наибольшему измерению были пациенты с размерами от 40 до 70 мм, хотя были пациентов более 10 см. У пациентов с синхронным билатеральным раком почки выполнялась двусторонняя резекция в 88% случаев. При этом во время хирургического лечения объем кровопотери был в среднем 300 мл. И время продолжительности операции менее полутора часов. В основном это было около 60 минут. И в четырех случаях в 11% мы выполняли с одной стороны резекцию, с другой стороны нефрактомию. С учетом большого объема поражения, когда опухоль контролатеральной почки была более 10 см. При этом объем кровопотери немного возрастал и составлял в среднем около 500 мл. Время операции также увеличивалось. У пациентов с метахронным раком почки выполнилась резекция. С последующей резекцией контролатеральной почки в одном случае. И пациенты поступали с метахронным раком, когда была опухоль в единственной почке. Таких пациентов было 10. При этом время операции было около 90 минут. Гистологический вариант при результатах полученных был в основном почечноклеточный и светлоклеточный вариант. В подавляющем большинстве, хотя мы встречали папиллярный и папиллярные светлоклеточные раки. В большинстве случаев при билатеральных синхронных опухолях, надо сказать, что гистологические типы, они были одинаковые, что с одной, что с другой стороны. Функциональные результаты. После проведенного хирургического лечения мы оценивали скорость клубочковой фильтрации. После того, как выполняли хирургическое лечение, как одно и с другой стороны. В основном пациенты после проведенного лечения, скорость клубочковой фильтрации у них была удовлетворительной. В 74% пациентов скорость клубочковой фильтрации была более 90 мл в минуту. И пациентов, у которых скорость клубочковой фильтрации была менее 29, что относило к четвертой стадии по нарушению функции почки, была менее чем в 2% случаев. Ослаждения, с которыми мы столкнулись, это по классификации клавиан-динду. В основном это были первой степени и составляло чуть более 30%. Отдаленные результаты. Безрецидивная выжимаемость составила 93%. Одному пациенту мы выполнили ререзекцию почки, одному пациенту пришлось выполнить нефрактомию. И с учетом наличия возможности стереотоксического лучевой терапии, пациенту с наличием рецидивов проведенного стереотоксического лучевая терапия до суммарной очаговой дозы 45 грей. Таким образом, с точки зрения оптимальным вариантом лечения с двусторонним починоклеточным раком, при наличии технической возможности, естественно, является органосохраняющее лечение. И если есть у пациента выраженная клиническая симптоматика, такие как макрогематурия, при наличии достаточно больших размеров опухоли, то хирургическое лечение мы начинали со стороны большего поражения, для того чтобы убрать именно симптомы. В остальных случаях мы начинали хирургическое лечение с той стороны, где было наименьшее опухолевое поражение, для того чтобы в максимальном проценте случаев провести именно органосохраняющее лечение. И с пациентом с синхронными билатеральными поражениями онкоспецифическая выжимаемость на 11% выше, чем в группе у пациентов с билатеральным метахронным раком. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Скажите, Вы применяли какую технику? Открытую, лапароскопическую? Здесь результаты проанализированы за 10 лет. Все варианты? Да, то есть все варианты. В последнее время мы делаем лапароскопические в основном, ну при технической возможности. Ну то есть здесь были и те, и другие пациенты. Если рассматривать, конечно, 10 лет, то это были открытые операции. Вы говорили, что в 80% случаев Вы выполняете симультанно операцию с двух сторон. Нет, нет, мы никогда не делаем. Вы не делаете? Не делаем, да, наоборот. Наоборот. Спасибо, коллеги. Еще вопросы? А выбор, вот, то есть мультисессионная, это хирургия, это чем обусловлено? Что Вас останавливает делать одномоментно? Мы тоже делаем, конечно, разносим. Ну, возможно, это стереотип, который сложился. И, в принципе, мы видим, что месяц тот, который пациент восстанавливается после первой операции, при оценке динамики опухоли в контрлатеральной почке, мы видим, что, во-первых, опухоли не увеличиваются, во-вторых, перед вторым этапом мы всем пациентам выполняем динамическую нефросциндиграфию для того, чтобы определиться с функцией резицированной уже почки, насколько она будет удовлетворительна, если нам придется делать нефрактомию с другой стороны. Еще раз прошу, а почнозамещающая технология у Вас в учреждении представлена как-то? Да, и у нас при наличии остропочечной достаточности в отделении реанимации возможно проведение ультрахемодиафильтрации. Анестезиологи этой техникой обладают и, в принципе, готовы нам помочь, если это потребуется. Ну, на первом этапе. Затем уже пациенты при наличии показаний для гемодиализа уже переводятся в другие учреждения. Еще были вопросы? Александр Александрович, прекрасный анализ. Не каждый анализирует в своем учреждении данных пациентов. Вы скажите, ну, конечно, со временем подходы и мнения, и видения вообще проблемы меняются. Вот на современном этапе с небольшим нефрометрическим индексом, билатеральный рак, Вы все-таки считаете, что надо разделять эти операции? Или достаточно одной операции симултантно все это прооперировать? Когда Вы не видите угрозы такой объективной, какой-то почтной незадачности? Когда Вы видите, что можно все без ишемии сделать? Ну, мы ни разу это не пробовали. Каждая вещь проходит три стадия. Как, что это такое, давайте попробуем, как мы без этого жили. Поэтому нам надо попробовать, действительно, может быть, будем дальше делать, если это технически будет возможно. Вы дожили до этой стадии? Ну, видите, как бы за 10 лет всего 47 случаев. Это, ну, не на потоке эти пациенты, не на потоке эти операции. И, в принципе, отдаленные результаты, они, ну, нисколько не лучшие. Риск развития рецидива и наличие отдаленных метастазов, они не увеличиваются при разделении этих операций. Поэтому мы разделяем эти операции на два этапа. Ну, позвольте, я отвечу, поскольку, наверное, больше это моя ответственность, чем Евгения Александровича, когда начинались эти операции. Делали мы из двух сторон операции, Алексей Владимирович, почему нет? Но этот юношеский задор быстро проходит, потому что это, ну, с одной стороны, очень непростое мероприятие, с другой стороны, мы должны обязаны, в первую очередь, думать о интересах пациента. И вот после того, как двух пациентов мы похоронили, я прямо говорю, именно во время, вот, одномоментного, попытки одномоментного от кровотечения, мы перестали это делать. Сейчас разносим. Ну, насколько это, правда, конечно, есть такие малюсенькие опухоли, которые можно одномоментно оперировать, ничего не произойдет. Наверное, это, ну, в первую очередь, в любом случае, интересы пациента. То, что риски увеличиваются, это бесспорно. Риски ОПН, риски ОПН увеличивают риски кровотечений, риски кровотечений увеличивают. И так вот эта цепочка, она тащит за собой осложнения. Конечно, в большинстве случаев все пройдет нормально, мы это понимаем. Но один-два процента, может быть, меньше, но кто-то от этого пострадает. Это зачем? Вот, смотрите, если мы говорим все-таки о пользе для пациента и что мы о нем думаем, то вы выбираете доступ для резекции лимботомию, видимо, да, раз разносите по сторонам. Не делаете же вы лапаротомию дважды? Нет. И лапаротомия, и через месяц еще раз лапаротомия? Ну, нет, конечно, в большинстве случаев нет. Нет, когда вы разделяете теперь. Вы говорите, что вы делаете не одном моменте. Но лапароскопически, и лапароскопически разделяем. Сейчас лапароскопически, а тот материал, который ранее был, вы делали две лимботомии справа и слева. Ну, все зависит от размера уже опухоли. Ну, допустим, если, с одной стороны, нефрактомию надо было делать. Нет, я к чему говорю, что каждая операция, она помимо онкологического результата, еще несет в себе как результат оценки это качество жизни пациента. То есть, когда пациенту дважды делается лимботомия в течение месяца, ну, тут, конечно, риск. Я с вами согласен абсолютно, потому что мы должны в первую очередь думать о жизни пациента. А вторая – это уже, конечно, онкологический результат и качество жизни его. Он уже на третьем месте стоит. Но все-таки по качеству жизни вопрос в любом случае открытый остается. Лапаротомия двусторонняя. Когда не было лапароскопии, мы делали, мы, правда, никогда не делали срединную лапаротомию для резекции. Мы всегда делали подреберный доступ для резекции. До сих пор делаем при сложных резекциях именно подреберный доступ, а не лапаротомный, срединный. Мы делали, с одной стороны, с другой стороны. Никаких проблем с этим нет. Особенно это важно у пожилых пациентов. Тех, у кого иногда может возникнуть ОПН и после даже односторонней нефрактомии. Развивается почная недостаточность в послеоперационном периоде и со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, конечно, надо дифференцировать. Кому-то можно, кому-то не стоит. Но вот эта грань, она не всегда четкая. Сыпка-сыпка-сыпка. Кому-то нужно, чтобы не было. Сыпка-сыпка-сыпка-сыпка-сыпка. Сыпка-сыпка-сыпка-сыпка-сыпка-сыпка-сыпка. Сыпка-сыпка-сыпка-сыпка-сыпка-сыпка-сыпка. Продолжение следует...